Мужские игры Ну Это у кого чего болит, тот про то и говорит Знаешь, меня один приятель утверждал, что На самом деле все это сделано для того, чтобы опустить биткоин Ну, как бы, потому что он сам в биткоине И ему очень не хотелось бы, чтобы он опускался Нет, конечно, никакой это не передел фондовых рынков Это довольно, кстати, популярная точка зрения Ты знаешь, в России, по крайней мере По поводу битка? По поводу передела фондовых рынков Да не, ну это, слушай, это Все Натягивали совы на глобус Да нет, ну на самом деле Для России, действительно, принципиально Украину подмять под себя Имеется в виду Не завоевать, а именно подмять под себя Потому что, на самом деле Наши бывшие союзные республики Они, в общем, ищут некий центр силы, вокруг которого Собираться И Если С Украиной не удастся вот так вот разобраться То Украина является центром контрсилы Ведь сам факт того, что с ней не разобрались Она ведет независимую политику Уже говорит о том, что она является центром силы И, соответственно, получить против себя вот такую Ну, не в военном смысле А в общественно-политическом смысле Такую контрсилу России совершенно незачем не надо Потому что Россия хочет быть Ну, самым сильным региональным игроком А так как атомное оружие На самом деле является таким немножко теоретическим оружием Потому что, ну, реально Применять атомное оружие в современной войне Никто не будет Ну, это игра с нулевой суммой Это никому не нужно Во всех остальных аспектах Ну, как бы Российская армия на сегодняшний день Не тянет оккупацию такой страны, как Украина Ну, вот не тянет Технически это невозможно Я имею в виду не в смысле Что у наших военнослужащих нет сил Если заминусить поставки западного оружия А имеется в виду вот в том виде В котором Украина есть сейчас Вот отрезать от нее приход нового вооружения Ну, конечно, технически С огромными жертвами Огромной кровью с обоих сторон Возможно победить украинскую армию Ну, так дальше-то что-то же надо делать Надо же каким-то образом, извините Контролировать эти 50 почти миллионов населения А это непросто И нашей Росгвардии в размере 1 миллион человек На это не хватит Поэтому, как бы Тут нету целей войны Нету целей проучить Украину Тут есть, ну, некая попытка балансировать Вот, создавая в Украине постоянную напряженность Почему, собственно, так выгоден там этот Донецк с Луганском Для того, чтобы Украина не могла нормально развиваться Потому что если Украина начнет экономически быстро расти Она может экономически быстро расти В Украине есть огромный земельный ресурс Соответственно, благодаря ему можно Стать очень серьезным игроком на продовольственном рынке Причем, Украина же вся, ну, относительно России Украина вся находится на юге На самом-то деле И там растет вообще что угодно У Украины есть порты, ну, выходы к морю достаточно серьезные У Украины есть какое-никакое количество собственных полезных ископаемых На Украине есть атомная электростанция Она может вырабатывать довольно большое количество энергии Ну, был на Украине уголь Но сейчас его не очень есть Ну, вернее, он есть, но не в тех количествах, что нужен Поэтому, как бы, Украина имеет потенциал к очень серьезному экономическому развитию И то, что сейчас происходит Это самый лучший способ затормозить Это самое экономическое развитие Для того, чтобы Украина не стала экономически развитым государством А это, в свою очередь, представляет опасность Для того, что я говорил чуть раньше О том, что Украина может в этом случае Если разовьется, стать центром силы Но к нашему большому счастью На Украине такой, ну, странный политический класс Что просто диву даешься Я тут пообщался с неким украинским, ну, скажем так К олигархам Лайт Ну, то есть люди, которые что-то говорят А вот к делу это не имеет вообще никакого отношения То есть такое ощущение, что там не серьезные какие-то финансово-промышленные группы А дети в детском саду в песочнице играют То есть человек может тебе сказать Там, я тебе послезавтра перезвоню И исчезнуть на два месяца И он вообще не запаривается на эту тему То есть в России уже давным-давно такое не принято А там это нормально И это раскладывается вообще на всю И на политическую жизнь страны в том числе То есть они все там так себя ведут Говорят одно, делают другое, думают третье Ну, то есть в результате Оно у них, конечно, еще и само собой развивается плохо Плюс Россия оказывает давление Для России развившаяся Украина Это и экономически особенно Это очень большая проблема Причем немногие же знают Вы посмотрите на экономические показатели Украины 2014 года Украина растет на самом деле И довольно быстро растет Да, понятно, там эффект низкой базы Но тем не менее она растет Там повышается средняя зарплата Там повышается средняя пенсия Там достаточно стабильный курс валюты Ну, то есть много разных обстоятельств Для России это неприемлемо абсолютно Имеется в виду для той России Которая вот в данный момент у нас есть Которая нет России Нет Путина, нет России Потому что сотрудничать эти власти ни с кем не умеют Эти власти умеют только отхапывать у кого-то что-то И, собственно говоря, то, что происходит Вот пронаблюдайте вот это все Это как раз и есть это самое отхапывание Которое абсолютно не принято в мире Американцы могут там насаждать свою Эту странную модель демократии, да, военным путем Но они не забирают чужих территорий А мы их забираем, присоединяем к себе И действительно, вот как кто-то там, я не помню, кто То ли кто-то из европейцев, то ли кто-то из американцев Говорит, если Россия куда-то приходит, она уже не уходит Собственно, первый случай от Казахстана, когда мы из него ушли Ну, потому что действительно же так У нас была военная база, вернее, стояли наши войска в Приднестровье И что в результате? Мы отчленили часть территории от Молдавии Просто реально отчленили Причем какое-то время там был про Ну, не пророссийский был, а такой популистка Популистка пророссийский президент этот, Дадон Так и его сейчас нету И как бы И все равно мы оттуда не уходим Та же история с Абхазией, та же история с Осетией Ну, видишь, та же история с Севастополем в том или ином виде Ну и так далее Да, действительно, мир таков, каков он есть И больше никаков Да, на сегодняшний день возврат Крыма невозможен И опять же Невозможность для политического класса Украины Придумать некую приемлемую форму При которой это с константа И, ну, перестать заниматься прожектерством Типа мы вернем Крым Да не вернут они Крым никогда в жизни Крым всегда будет теперь российским А у них даже нет никакой политической модели При которой это так То есть они это вообще не допускают даже в мыслях Ну, извини меня, если не допускать даже в мыслях Что ты там, я не знаю, подскользнешься и сломаешь ногу То в конечном итоге, если этот типун мне на язык происходит То нога отваливается, потому что ей никто шин не наложил Ну, если утрировать все это И вот удивительно, но политический класс украинский Вот он Он именно так себя и ведет С тем же Донецком и Луганском Ну, надо уже что-то придумать Потому что не работает та модель, которую уже многие годы продвигает Сначала ее продвигал Порошенко Теперь ее продвигает Зеленский Но не работает Либо с ними надо договориться Либо, я не знаю, ну, что-то надо сделать другое Чем то, что они делают все это время Потому что не срабатывает По Донецку и Луганску, мне кажется, здесь понятно Ничего сейчас они решать не будут Потому что отказаться от этих территорий Это политическое самоубийство А я не уверен, что это политическое самоубийство для них отнючь Отказаться? Я не знаю, Никит Мне кажется, большинство не поддержат А забирать их, это лишний головняк Зачем им это нужно? Это очень просто сделать Надо провести в Украине У них же по Конституции Для того, чтобы какая-то территория была присоединена Или отсоединена от Украины Должен быть общий референдум Не референдум этой территории Вот в чем незаконность референдума Крыма была В том, что по Украинской Конституции Такой референдум состояться не мог Для этого должна была вся Украина На референдуме проголосовать Что он не возражает против отсоединения Крыма Ну, Конституция такая Хорошая, плохая, но она такая и есть Провести конституционные совещания Или там, я не знаю, референдум По поводу отделения Донецка и Луганска от Украины И все, и граждане наверняка Всем, понимаешь, гражданам источертила Вся эта подвешенная ситуация Никому не нравится быть в состоянии войны Причем, если у нас это пропагандируется Как гражданская война То на Украине это однозначно пропагандируется Как война с Россией Быть в состоянии войны с Россией Они не хотят Ну, отделили бы Донецк с Луганским Мы бы их забрали себе Ну, платим, вот как товарищ Кадыров нам сказал Что 371 миллиард ему Выдают в Чечне Кстати, в Чечне 1 миллион 300 тысяч человек Получается, что каждому чеченцу Достается по 250 тысяч в год рублей То есть, поприори в год Ну, если Кадыров ничего не перепутал в цифрах Ну, я не думаю, что он что-то перепутал А я опровержение что-то не слышала Ты слышал, нет? Да когда он сам заявил Как это опровергать? Открытым текстом Мало ли, значит, могут выйти и сказать Нет, Рамзан Ахматович у нас тут попутал Нет, подожди Но он пояснил, что это как бы деньги Которые на там содержание МВД А там вот этого всего Как бы вот федеральных всяких штуковин Вот сумма и пенсии И вот суммарно получается 357 миллиардов им дают Ну, соответственно, если миллион 300 Населения Чечни То 350 делим на миллион 300 Получаем 250 тысяч в год Вот ты бы отказался Если бы тебе Рамзан Ахматович давал 250 тысяч в год Просто так Отказалась бы Из его рук ничего Ну, хорошо, не Рамзан Ахматович Кто наиболее для тебя Ахматович, да, извините Кто наиболее для тебя из наших власть придержащих Ну, рукопожател Ну, хоть один Я не люблю вот это вот Давай деньги за просто так Нет, послушай, я даже не готова обсуждать эту тему Потому что я очень далека Смотрите, а, наш-то, наш-то, наш-то А? Принципиально Ну, это отвратительно Принципиально Ну, мне бы не дали Поэтому, возможно, не обсуждать Слушай, а вот скажи мне, Никит А как тебе такой вариант развития событий О чем наш слушатель написал А если При возможном нападении Войска РФ потерпят сокрушительное поражение Что тогда? Ну, что называется сокрушительным поражением? Ну, сокрушительное поражение Они, пожалуй, что не потерпят Так все-таки гораздо больше Но Кровь будет очень большая Ну, у нас же научились Уговаривать родственников Не замечать, что у них погибли дети Не ходить на могилы Там и так далее Ну, будут, видимо, тем же самым заниматься Это же, знаешь, сейчас же война телевизионная Что покажут То и армяне довольно долго показывали Как они лихо побеждают азербайджанцев Потом, правда, оказалось, что У Армении практически не осталось вооруженных сил Азербайджанцы забрали то, что хотели Ну, как бы А до этого по телевизору было Как героическая армянская конница Сбивает азербайджанские спутники из прощи Ну, как бы это ж Какие проблемы это показать? Ну, то, что это не будет легкая прогулка И то, что это не будет Вот как сейчас в Сирии происходит Когда кто-то там куда-то что-то летает Кто-то вроде кого-то что-то бомбит И вроде как мы там молодцы Ну, это же не так на самом деле Но, тем не менее, это не Ну, это не отражается То есть трупы в Россию не едут Тут, конечно, так не будет Сухопутная операция Она имеет свои законы определенные И действительно, украинская армия Она находится в состоянии Я даже не знаю, как назвать Взбодренности на протяжении уже многих лет И там она профессионально готовится Там довольно много профессиональных инструкторов Там огромное количество военнослужащих прошло Через вот эту вот Донецко-Луганскую историю И как бы они подготовлены И там огромное сейчас количество оружия Западного, высокоточного И как бы не просто так, извини меня Эти, я не с непроизносимым названием Турецкие беспилотники у них летают И это действительно серьезная штука Потому что и та же Сирия показала Что все эти панцири Они как бы очень легко уничтожаются Различными беспилотниками Высокоточными, израильскими, турецкими Какими хошь Ну, вот, поэтому как бы Нет, конечно, легкой прогулки не будет И люди будут гибнуть Другое дело, что, ну, скорее всего В прямом противостоянии Вот длительной войне Все-таки Россия экономически мощнее Гораздо, чем Украина И армия большего размера И все такое Но это с одной стороны А с другой стороны, извините Там-то стоит экономика западного мира Сзади, которая в этой ситуации Будет помогать И потом для России Это захватническая война будет А для Украины отечественная Они, извините, свою землю отстаивают Ты имеешь в виду другое Психологическое восприятие Ну, нет, даже дело не восприятия Ну, просто действительно всегда захватнические войны Они, как бы, значительно сложнее Я понимаю, а отсюда дальнейшие Да, да, да Ну, конечно, когда трупы едут С своей войны Ну, как защитой своей земли То люди относятся к этому иначе Чем когда пошли там кого-то там завоевывать А тут труп поехали Вполне может получиться ситуация Похожая на финскую войну 40-го года Вполне может такая ситуация получиться Только надо иметь в виду Что в Финляндии там 3,5 калеки Население было А тут все-таки, извините Их 42 миллиона украинцев Это большая страна Какая-то там в Европе По размеру там 6-я или 7-я страна По численности населения А если им действительно дают оружие весь мир То, в общем, с ними не так просто воевать И не надо думать, что там Армия чем-то хуже подготовлена, чем наша Потому что генералы учились Ровно в тех же самых учебных заведениях Что наши за последними партами сидели И совсем не все двоечники были украинские генералы А наши не все отличники Поэтому как бы Так, хорошо, давай Павел из Зеленограда Вот с таким вопросом Никита, поясните А какие возможны сценарии Если после 24-го года Не легитимизируют Путина Какие возможны действия Со стороны верхушки власти Урок Казахстана, думаю, там усвоили Ну, тут много вариантов может быть Ну, во-первых, можно совсем уж поднять Железный занавес Перестать его пускать Все углушить Уничтожить просто всю свободу Относительно свободную прессу Ну, то есть вообще полностью И как бы закуклиться Окуклиться и жить Вот в таком вот виде Такое вполне возможно Ну, Иран будет еще один С такой же Извините, как это помягче выразиться Попкой в экономике С людьми, которые там Ну, вот на Кубу Посмотрите, на каких они машинах ездят Вот, через некоторое время Мы на таких же будем ездить В этой ситуации Это первый вариант Второй вариант Посадить какого-нибудь Диспредседателя Фукса Типа Медведева А Путину уйти на какой-нибудь Типа Назарбаевской должности Думая, что казахские ошибки Они были казахскими ошибками А мы их не совершим Ну, теоретически, конечно, можно допустить Что их действительно не совершают Но практически, ну, практика показывает Что как только человек Бразды правления теряет Он теряет вообще все правление Такой второй вариант Ну, вот Ну, да есть масса вариантов Слушайте, тут Как бы Можно, например, выбрать Медведева А Путину выбрать К нему, там, премьер-министром А потом Медведев вдруг Неожиданно заболеет И Путин просто по Конституции Станет опять президентом И тогда он опять легитимизируется Такой вариант тоже возможен Ну, то есть, тут много вариантов есть Но я думаю, что наиболее вероятен вариант При котором все-таки будет Окукливание дальнейшее происходить Дальнейшее отделение от Западного мира И не просто так, извините Академия наук российская Предлагает новую концепцию образования В которой, извините Открытым текстом написано Что уходит от европоцентричного Восприятия мира И главным образом Да, главным образом будет освещение Там и в историческом процессе И там и Китае И всех тех вот османских империй И так далее Но как бы тут проблема заключается в том Что мы и с османами Тоже, в общем, не очень Мягко говоря, хороших отношений И по более большому счету Да и Китай тоже так себе друг, да? Китай очень так себе друг И, в общем, поведение Китая Последнее время показывает Что он в этот огородик Лезть вообще не хочет Обратите внимание Никаких заявлений Китая по Украине Нет вообще И, соответственно Причем заявления, которые наши Китайцы по традиции Сидят на берегу и, так сказать, ждут Да, им страшно выгодна Вся эта история И ослабление России Потому что китайцы Большие планы на наши территории И, как бы, естественно Отвоевывать они их не очень хотят А вот забрать их просто так Когда они сами в руки падают Это, как бы, для них самое то А у нас есть такая проблема Люди с Дальнего Востока И из Байкала Просто, ну, для них это реальная проблема Вот это китайское вторжение Тихое Причем это же только начало Они же потом Они приходят, селятся Размножаются И становятся избирателями основными А дальше кого они выберут Это уже их Как бы, это же Ну, это же один из элементов Захватнической политики Гибридной Для Китая Он абсолютно типичен Вот такое вот Постепенное, мягкое Вот такое обволакивание Они этим занимаются В Африке достаточно активно Там другим способом Там экономическим способом У них это почти получилось В Италии Потом не получилось В последний момент Потому что итальянцы Забили в набат Ну, а у нас Так, за этим же никто не следит У нас же это все геополитикой Все занимаются Все же в историю пытаются войти А что у себя Извините Сзади происходит Это же никто На это внимание Это не обращает Из наших властей Давай, Никит Мы продолжим эту тему Через несколько минут Друзья, оставайтесь Под серебряным дождем И не забывайте Что мы ждем Ваши комментарии На Плюс 7903 7976333 СМС-портал Ватсап и Вайбер Все по одному номеру Никит, давай Я дам пояснение Для слушателей Которые мы Очень напугали Разговорами О новом способе Образования детей В школах Ребят, смотрите Спокойно Это пока Только концепция Это не значит Что это вот Введено Т-т-т Но Опасность Как бы И напрячься стоит По тому Что автор Человек, который занимался Разработкой этой самой Концепции С отсутствием Европоцентризма Он сказал Что они всячески Стараются успеть Утвердить ее В Минобре Уже до 1 сентября Этого года Но пока Пока ничего еще Там не утверждено Пока не утверждено Но тем не менее Не, ну вообще Это же видно На самом деле Вот эти Все принимаемые Бесконечные Заявления На тему Того Какова должна быть Мораль Такое Постепенное возвращение Единомысления Единомыслов Утомили, да Они, кстати, доиграются До того, что потом Будет обратный процесс Полная аморальность Ну, как бы Об этом уже Никто не думает Вообще, конечно То, что они наворотили За то время Пока они сидят Разгребать Потом лет сто Главное, что Не нам Разгребать-то Понимаешь? Не нам Детям Разгребать Да, да, да А им все равно Ну, как вот Слушай Для меня вообще Полная дикость Одна штука Вот Лавров, да Кстати, мы его Антизападная риторика И так далее У него дочка В Америке живет Так у них у всех Не, ну подожди Ну, не у всех У Путина вроде бы нет А у Лаврова живет И вот как такой Когнитивный диссонанс В одном путь А у Лаврови помещается Вот как Да нет у него Никакого диссонанса У него совести нет Он в данный момент Говорит то, что Надо говорить Понимаешь? А жизнь Она там Она не здесь Никит Какой он Нет у него диссонанса Все на раздель Говоря Говоря гадости Про Америку Он работает Свою работу Ну подожди Ну он то здесь Ну он то здесь Ну сегодня здесь Завтра там Кому он там нужен Кое-то кеды надует И уж придумают Найдут способы Как отсюда Быстренько свиснут Да ну бросят Их раздевать всех Вот как только Они туда будут приезжать Не надо запад Идиотом считать Ты знаешь Но я и Я не считаю Идиотами Но я и думаю Что Российские деньги Довольно глубоко Влезли еще В довольно большое Количество бизнеса Поэтому Там все очень непросто Ну даже Это все не тема штаба Ну не смеши ты меня Ну нет там таких Денег в Россию Чтобы оно так Глубоко Куда-то влезло Ну это мы с тобой Можем только Теоретизировать Объемы экономик Несоизмеримы Ну просто вообще Несоизмеримы Ну какие-то да Есть там Какие-то бизнесы Влезли Но это Несерьезно Ну насчет диссонанса Я с тобой тоже согласен В серебряном дожде Да я кстати Очень советую Тем кто Ну не понял Про вот эту вот Концепцию Российской академии наук Да слушатели заволновались Друзья это пока не утверждено Да вы зайдите на сайт Вернее в ютюбе На канал редакция Пивоварова И там довольно подробно На эту тему есть Что там происходит Кто это предлагает В каком форме Ну просто Это Российская академия наук Предлагает Не какое-то конкретное лицо Это предложение Российской академии наук О том как нужно освещать Древнюю историю Просто предложение Это уже разработанная концепция Концепция да Которую они очень хотят Утвердить успех До первого сентября Чтобы вот прям С первого сентября Учить что есть Великий Китай И там незначительные Какие-то европейские Мелкие события Типа там Древней Греции Древнего Рима Ну их даже освещать не будут А это вот В неклассном чтении Можно это все изучать Ну как бы такая вот идея Переворачивания России В сторону Особого Восточного пути Ну как-то странно это все Но как бы Вот у них такая идея есть Что из этого выйдет Ну понятно Что из этого выйдет В общем не сложно предположить Но тут знаешь Нас никому не сбить С пути Нам пофигу куда идти Вот тут Как бы вот такая вот история Вообще конечно же На самом деле Я еще раз повторяю То что они все Наворачивают Вот это вот дружно Губкомпания этих Полаучек Полаучек Которая пришла к власти И которая Понасадила своих этих Лизоблюдов везде Это потом действительно Очень долгие годы Нашим детям И внукам Разгребать Потому что Даже Вот это вот Ну Скажем так Сталинская идея Борьбы с Нехосновительским поклонством Перед западом Когда меню Переименовали В разблюдовку Ну и так далее Россию назначили Родиной слонов И так далее Она все таки Не столько лет Продолжалась И калечения умов Такого длинного Не было А сейчас оно длинное Это калечение умов И чем дольше Это все происходит Тем сложнее Потом будет с этим Ну к нормали возвращать Потому что Можно сколько угодно Конечно утверждать Что у России Восточный путь Но это совершенно не так У России И культура Европейская И Путь развития Европейский И как бы И связана Россия была С Европой Ну как бы Так оно вышло Ничего с этим не сделаешь Так что Наташа пишет Грустно все это Да Наташа интересуется Что время прятать книги Уже пришло Ну пока нет Но со временем Да Слушайте Это же все у Орвала Описано Когда все газеты Назад переписывали Ну сейчас будут все Назад переписывать Ну как бы Игрались уже в эти игры Просто действительно Мы рождены Чтобы сказку сделать Былию Наша власть воплощает Книжку Орвала 1984 Даже не скотный двор А прям впрямую 1984 И ситуация Например с турками С которыми Мы тот дружим То не дружим Она прям один в одно Описана в 1984 Когда Одни с другими Периодически То дружат То воюют Ну вот у нас такая ситуация Прямой войны нет Но тем не менее Хотя конечно Так с точки зрения логики Ну дичь полная Турки сбили наш самолет Убили нашего посла И ничего И вот Сколько не писать в глаза Все Божья роса Как ничего А запрет на помидоры Что ты говоришь Сколько он длился Запрет на помидоры Это не важно Сам факт Сам факт Отреагировали Отреагировали Да Асимметрично ответили Все лишь бы поругаться По поводу Реакции Китая На все происходящее Сейчас между Россией Украиной И НАТО Наши слушатели Пишут Китайцы сделали заявление По поводу трения России с Украиной Они попросили Не бузить Во время их олимпиады Так что до ее окончания Точно ничего не будет А вот потом Суп с котом Да не будет ничего Слушайте еще раз Я повторяю Будут ЧВК Наши На Донбассе Все Больше ничего не будет Никакой прямой войны С Украиной Не будет Это уже месяца полтора Говорю Это все нагнетание И бряться нет В духе Жириновского Который за полчаса Забрался Украину Победить Нету логики В прямом Военном столкновении В этом случае Россия очень много Чего потеряет Имеется ввиду Не санкции Отнюдь Это как бы Важное обстоятельство Но оно в данном случае Десятое Слишком велики Для России риск Чтобы начинать Эту войну А по поводу Легитимизации Или нелегитимизации После 24 года Как тебе такой Комментарий От Олега Он не уйдет Никуда Будет отстреливаться До победного Как Кима Как Эталы Диапазон падения Такой что Мама дорогая Страшно что мы Заложники Буквально Мы не смогли Разгрести Ошметки падения Российской империи За 76 лет Вот и будут Разгребать Будущие поколения Да причем Это одно на другое Наслоится То есть вот Вся та дрянь Которая у нас С падением Российской империи Случилась Вся та дрянь Которая случилась Во время совка И вот эта новая Это все вместе В одну кучу Сольется Это будет такое Каменистая гуана Которая надо будет Потом очень большой Трудом Потом и кровью Разгребать Это Ну В общем даже страшно Об этом подумать Но как бы все равно Как-то все таки Жить будем На замок не закроемся Поэтому Будем живы Не помрем Друзья Никита Небылицкий Мужские игры Прощаемся до четверга Никита до 10 утра Я до 7 утра Соответственно Напомню Что эту и другие программы Нашей радиостанции Можно пересмотреть И переслушать В ютюбе Серебряного дождя Заходите Подписывайтесь Комментируйте Ставьте лайки Ну и оставайтесь с нами Конечно же